Вы слушаете канал жааш.клаб, портрет жены художника, или недолгое счастье Марии Рутвин. Непревзойденный Антонис Ван Дайк, один из наиболее успешных фламандских учеников Рубенса, не только с большой любовью писал женские портреты, но и сам был любимцем женщин. Знаменитый вояж по Италии, будто бы в целях ознакомления с местными шедеврами, был продолжением любовного приключения. По счастью он обогатил не только чувственный опыт мастера, но и профессиональный. Юный карьерист экономил свое время, заводил знакомства только в придворных кругах, стараясь увести с собой как можно более ценные находки и самые модные веяния в сфере искусства. Из полутора тысяч портретов он оставил около трехсот женских. Даже чопорные английские леди страстно сражались за право встретиться с Ван Дайком и увековечить себя. В период пребывания Ван Дайка при дворе Карла Первого, каждый заказчица Антонис принципиально уделял не более часа, желая быстрее переключиться на следующую. Подмастерия живо выполняли всю техническую работу, позволяя хозяину удовлетворять свои творческие желания, без проволочек встречать очередную гостью во всей пышности убранства. Через час он откланивался, выпроваживал музу, а затем открывал дверь для новой. Особенно отчаянная дама угрожала отсечь Антонису кисть, если тот посмеет пренебречь ее ради другой особы. Пылкая поклонница не смогла удержать возлюбленного, но не смогла ему навредить, укатив за границу с веселой компанией. Пожалуй, потомкам стоит поблагодарить ее. Ван Дайк все чаще попадал в подобные передряги. Король, волнуясь за своего фаворита, пожелал поскорее его женить, чтобы какая-нибудь обиженная Маргарет не осиротила дворцовые галереи. Он представил ему Марию Рутвин. Фрейлина королевы Генриетты Марии, аристократка из шотландских католиков, степенная и элегантная, девушка полностью захватила его внимание. Царственной походкой она вошла в его мастерскую, заняв место главной персоны. В жизни повесы не осталось места. Впрочем, Мария стала его женой и основной вдохновительницей. Портрет под названием «Мэри, леди Ван Дайк, урожденная Рутвин», написан с особой тщательностью и вниманием к деталям. В ее волосах веточки дуба, символизирующие постоянство. Открытое голубое платье, кокетливый взгляд, изящные пальчики. Ни одна дама не изображалась им так игриво. Фото «фрик.орг» музеи хранят несколько ее портретов. На самом известном из них она изображена с виолончелью. Шедевр ныне находится в Мюнхене. Виолончель появилась на картине не случайно. Мария полюбила мужа, разделяющего ее музыкальные вкусы. Его домашние кутежи после получения жалования всегда сопровождались веселыми развлечениями. Он не скупился на музыкантов. Мария в пышном платье внимательно смотрит на зрителя. Смычок в одном взмахе от начала игры. Пальцы левой руки приготовились к процессу воспроизведения звуков. Будто она замерла на мгновение, вопрошая, готов ли ее аккомпаниатор присоединиться. Скромная неброская гамма воссоздает атмосферу уютного вечера в дружеской обстановке. Бурная молодость подорвала здоровье Антониса. Он оставил Марию вдовой всего через пару лет после свадьбы, на руках с недельной дочерью. Мария ненадолго пережила супруга. Она все же вышла замуж. Но ее душа устремилась вслед за Антонисом через 4 года после его ухода. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова